Так, добрый день. Сегодня мы говорим об открытом исходном коде всех системах Axelot, которые мы разрабатываем. Надо понимать, что мы используем не только стекотехнологии 1С, поэтому иногда возникают вопросы, как же дорабатывать системы, что вообще возможно делать в наших системах, что невозможно. И тему сегодняшнего вебинара рассказать именно о данных возможностях. Но надо понимать, что компания Axelot является родоначальником системы ВМС с открытым кодом. То есть до нас этого не делал никто, не считая там нескольких, скажем так, полностью бесплатных проектов, разрабатывающихся открытым сообществом, но они так и не стали коммерчески успешными никогда. Фактически именно компания Axelot в России начала предоставлять систему ВМС, в которой можно было изменить все бизнес-процессы и, собственно, предлагаю сначала рассмотреть ту историю, как это все начиналось и как мы, собственно, пришли к текущему моменту. Начиналось все с системы 1С логистика управления с каверадом редакции 3. Надо сказать, что данная система разрабатывалась очень давно, более 15 лет назад стартовала ее разработка, а в те времена еще все активно боролись с пиратами. Система была защищенной, были специальные ключи Катран, которые защищали часть логики для того, чтобы систему нельзя было не санкционировано скопировать и использовать. Несмотря на это, система 3.1 и 3.0 тоже была по факту с открытым исходом кодов с точки зрения, скажем так, разработки бизнес-логики. Но если мы посмотрим в те времена, когда, собственно, люди открывали систему, они часто натыкались на вот такого рода строчки, где было видно, что, по сути, вызывается функция, которая находится в защищенном модуле, невидимом для разработчика, и все. После этого все считали, что, например, поведение документов, поведение строк выполняется, и она недоступна разработчикам. Однако это было не так. Действительно, уход в защищенный модуль там происходил, но при этом все поведение было, по партию говоря, открыто. После того, как отрабатывали некоторые там сервисные функции в защищенном модуле, выходили из этого модуле и попадали в соответствующий модуль проведения перемещения, где уже любой разработчик мог вынести свои изменения. Все, что происходило в защищенном модуле, по сути, было связано с какими-то сервисными возможностями. Это раскрашивание строк, еще что-то, но ничего связывалось с бизнес-логикой там не было. Все, что было связано с бизнес-логикой, всегда было в открытой части, и любой, собственно, мог ее доработать. Ну, в той версии, еще сразу упомяну, в той версии в виде мобильного клиента использовался тоже 1С, были разработаны там специальные формы, которые выглядели примерно вот таким вот образом, которые, собственно, открывались в RDP и на терминале, и в которых, собственно, что-то происходило. Где-то в 2011 году, даже чуть раньше, мы приняли решение о разработке новой редакции, и, собственно, разработали новую редакцию, которую назвали, называлась уже 1С ВМС «Логистика управления складом», редакция 4, далее редакция 4.5 вышла, соответственно, это была наша следующая система. Разрабатывая ее, мы приняли новое решение, это, наверное, именно с этой точки многие считают появление систем по-настоящему с открытым складом. Мы приняли простое решение. Мы решили, что защищать конфигурацию мы теперь не будем. Если в редакции 3 существовали вот эти ключи защиты от Катран, с которыми было много мороки, которые были физические, их надо было куда-то втыкать и так далее, да, там, со временем Катран разработал программную защиту, но это было сильно позже 2010 года. И мы решили, что наши клиенты довольно крупные компании, которые не будут заниматься тем, что будут несанкционированы воровать нашу конфигурацию. Поэтому наша, скажем так, конфигурация защищена не будет. Понятно, что есть компании, которые готовы своровать, да, там, и пользуются нецезионной копией. Но посмотрим правде глаза, эти компании никогда в жизни не будут нашими клиентами. В условиях, если они не смогут, скажем так, копировать бесплатно наш продукт, они его и не купят. То есть вряд ли они будут искачивать на рынке что-то еще, что можно использовать бесплатно. А нашу клиенту в большинстве случаев мы им доверяем, поэтому в тот момент мы приняли решение, что действительно конфигурация защищена не будет. И уже вот эта конфигурация редакция 4 не имела защиты самой конфигурации никакой. И вот здесь, собственно, если мы посмотрим, все модули уже открыты, нет никаких компонентов защиты, ключей и всего прочего. Но мы развивались и выпустили в этой редакции собственный мобильный клиент, который общался с веб-сервисом и, собственно, работал уже на самом терминале. Почему это было сделано? По одной, по сой причине, что предыдущая версия, которая работает в RDP, да, она полностью внутри 1С, но есть проблема, она не может нормально взаимодействовать со сканером. И что мы сумели решить, это реализовать общение со сканером, управление лучом сканера, получение сложных штрих-кодов с непечатными данными, потому что ранее все штрих-коды передавались только в режиме разрыва клавиатуры, и, по сути, передавались только печатные символы, которые можно напечатать на клавиатуре. А штрих-коды ЯН-128 под тем временем, а сейчас ныне это еще и КИЗы, в себе содержат непечатные символы, которые, к сожалению, очень важны в этом коде для автоматического разбора. И возможность взаимодействия с настоящим оборудованием, с настоящим сканером, позволяет нам работать, получать полные данные, а не то, что возможно передать через буфер клавиатуры. Поэтому, собственно, и был разработан новый мобильный клиент, который общался с 1С через веб-сервис, саб-сервис. В те времена еще типы сервисов не существовало, поэтому использовали саб. При этом была разработана хитрая логика, которая в данный мобильный клиент передавала описание формы, описание формы формировалось в модулях 1С, и мобильный клиент в себе тоже не содержал, по сути, никакой логики. Он всего лишь что умел делать, это он умел получать описание формы и отображать ее на устройстве. Да, формирование формы шло примерно вот таким вот образом. Там был целый набор действий, событий, все, что можно было сделать. И уже мобильный клиент, который действительно был независимый разработан, вот он умел отображать данные формы, получать какие-то значения, устанавливать их в определенные, скажем так, переменные, там некие регистры, скажем так, и дальше возвращать их в 1С. Вся обработка более-менее существенная велась в 1С. Форма, описание формы в реальности, которая передавалась, выглядело примерно вот так, то есть здесь были описаны те элементы, которые надо вывести, ну и дальше в каком-то выдуманном, скажем так, нами описание, их там, XML-описание, передавалось описание того, что надо сделать. Это такой вот псевдокод. По сути, это было некоторое дерево условий и действий, которые надо сделать. Но набор этих действий был сильно ограничен, их было не очень много, что, собственно, являлось ограничением данного мобильного клиента, но между тем, ой, нету версетка, но между тем большую часть бизнес-процессов мы могли разработать, то есть там, те действия, которые были возможны, в основном это получение формы, передача данных, получение новых данных, да, там еще какие-то служебные действия, установка значений и так далее, их было не очень много, ну и еще тут были всех функций для классового управления. Но надо сказать, что, когда я говорю, что мы отказались от защиты конфигурации, да, конфигурацию мы не защищали, но мы продолжили защищать мобильный клиент, ну, он все равно разработан не на платформе 1С, и простейшую защиту мы туда вставили, который просто контролировал количество устройств, подключенных к системе. Но при этом количество пользователей в основной конфигурации или еще какие-либо ограничения больше не существовали. Собственно, данный клиент, ну, данный подход, в принципе, считается у нас, наверное, первой версией, когда у нас был полностью открытый код. В дальнейшем данная конфигурация четверка была передана новому разработчику. Новый разработчик, кстати говоря, частично вернул защиту СЛК, да, она теперь действует тоже для мобильных клиентов, но говорить о том, что у нас теперь есть конфигурация с полностью открытыми модулями, мы в целом не можем. То есть новое продолжение данной редакции четвертой, этой редакции 5.1 от 1С, по сути, это все та же самая четверка, мы можем даже увидеть наши те самые модули, разработанные нами, исходно, да, без голосового отбора, но те самые формы, которые у нас были, они так и остались. Ничего не изменилось с тех пор, но по правде появились вот эти модули, в которых исходный текст модулей отсутствует. Поэтому, по правде говоря, немножко данная версия, да, она развивалась, но с точки зрения защиты она сделала шаг назад, она сделала шаг в сторону тройки. Что же происходило у нас? Ну, у нас происходил выпуск новой редакции, новой версии Axelot WMS X5, которая вышла тоже с полностью открытым исходным кодом. Самой конфигурации ни одного защищенного модуля там нет. Модули, да, новые, но ничего защищенного здесь нет, полностью открытый код. Модули, то есть, да, выглядят, естественно, уже по-новому, но в целом это развитие той самой системы. Ну, как развитие, да, она написана заново. Мы просто взяли все самое лучшее, взяли еще новые идеи и соединили их в новой редакции. А что же изменилось? Изменился мобильный клиент. Если раньше мобильный клиент действительно это был какой-то такой, скажем так, оберткой, которая отображала те данные, которые нам дает 1С, то теперь так не стало. И нас попытались увинить в том, что теперь мобильный клиент у нас закрыт. Но нет, это неправда. По правде говоря, мобильный клиент действительно теперь имеет, ну, мы передаем данные уже в нормальном виде, без всяких описаний форм, мы передаем именно данные. А что делать с этими данными, решает сам мобильный клиент. Точнее, не совсем он, а конфигурация в нем. Если мы посмотрим, как теперь описывается на мобильном сервере конфигурация, то видно, что здесь указываются, собственно, параметры подключения к базе, да, к сервису, веб-сервису. Вот теперь, кстати, это REST-сервис, который сильно быстрее, чем SAD. Сюда загружается файл. Файл – это, собственно, файл описания конфигурации. И вот этот файл, по сути, и содержит в себе бизнес-логику. Данный файл не закрыт, он полностью открыт, и его можно дорабатывать. Более того, у нас разработана специальная среда разработки под Eclipse. в которой мы логику всю и дорабатываем. Зачем это было сделано? По правде говоря, если мы посмотрим на вот этот вот замечательный клиент, да, здесь можно что-то сделать. Можно передать описание формы. Описание формы, в принципе, не сильно поменялось. Но вот обработка данной формы у нас крайне ограничена. Да, установить значение можем, да, мы можем вызвать веб-сервис, и по сути на этом все. Либо перейти к другой форме еще можем. Никаких особо, скажем так, интересных действий выполнить не можем. Мы же развиваемся, и, кстати говоря, у нас меняется и законодательство. У нас появились кизы. Кизы часто надо контролировать на стороне мобильного клиента. Не всегда удобно отдать киз на сторону 1С, и там его проконтролировать, потому что это все время. Вызов 1С – это не самая быстрая процедура. Вызов вообще любого бэкэнда – это не самая быстрая процедура. Поэтому если есть возможность что-то обработать на стороне мобильного клиента, лучше это делать там. Именно поэтому, собственно, и родился новый мобильный клиент, и новый подход, и новая, скажем так, конфигурация. Конфигурация выглядит очень просто. Она выглядит, по сути, так же. Есть формы, которые все так же описываются в виде XML, и есть модули. Модули пишутся на JavaScript. В модуле, собственно, описывается вся бизнес-логика. И вот это все, оно доступно клиентам, доступно любым разработчикам. Это можно брать, дорабатывать, изменять и так далее. Да, это уже не только 1С-разработчик. Надо еще знать JavaScript, но, в принципе, JavaScript не очень сложный. Второе, то, что все-таки существует сам мобильный клиент, который предоставляет много всяких возможностей. Среди них там и работа со сканером, и какая-то, собственно, отрисовка форм и так далее, так далее, так далее. Целый набор функций. Все эти функции, ну, видите, эта среда разработки и, скажем, возможность, которую предоставляет сам мобильный клиент, да, мобильная платформа, вторая мы ее уже называем, они у нас документированы. Существует, собственно, три документа основных, которые это все описывают. Собственно, общее описание работы с той средой, которую я вам показываю, да, со средой разработки мобильного клиента. Полностью документированы все элементы форм и их свойства, все, что там может происходить, ну, и все события, которые могут происходить у данных элементов, все, что можно менять, перекрашивать и так далее. Все это здесь описано. И третий документ – это то, что нам предоставляет глобальный контекст в данной мобильной платформе. Это работа с логером, работа с базой данных, работа со сканером, в том числе и с RFID-сканером и так далее. Тут целый набор функций и методов, которые, собственно, мы можем использовать. Они все документированы, описано, что возможно сделать. И, собственно, имея вот эти три документа, которые мы, честно говоря, ни от кого не скрываем, можно дорабатывать нашу конфигурацию. Более того, дорабатываем конфигурацию, конечно, в данной среде, но когда мы ее собираем, отправляем на сервер, либо отсюда, либо вставляем тот самый zip-архив в мобильный сервер, мы вот отсюда ее можем скачать или куда-нибудь сохранить. Давайте скачаем. Тут сразу видно, что это создается zip-архив. Создадим на рабочей столе zip-архив и посмотрим, что же там внутри. Вот он, наш zip-архив появился. А внутри те самые, та же самая структура, которую мы, по сути, видели в среде разработки. Формы, модули, процессы и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что это именно те же самые файлы, которые лежат в той самой среде разработки. То есть мы здесь при желании можем точно так же открыть, подправить, сохранить обратно, и данный zip-архив загрузить, и будет все точно так же работать. Ничего закрытого здесь нету даже с точки зрения собранного вот этого конфигурации. Вот они эти файлики с яблоскриптами и так далее. То есть все это описано. Все описания там, что в среде разработки, что там они, по сути, одинаковые. Вот хранилище, например, оно тоже описано. В целом у хранилища там есть отображение в виде табличек, но их очень много, и смотреть неудобно. Поэтому, например, точно так же все описания там хранилища смотрят именно через XML-описание, где описаны все те таблицы, которые присутствуют в данном хранилище, в базе данных локальной для мобильного устройства. Дорабатывать структуру базы данных мы можем, что в конфигураторе, что просто открыв файлик в том самом zip-архиве. Поэтому структура как была открытой, вся бизнес-логика, так она и осталась открытой. Что у нас недоступно? Ну, так как это яблоскрипт, но он исполняется внутри QT, то по факту у нас стало сильно больше возможностей с точки зрения, ну, обработки полученных данных, но по факту появилась, ну, осталась проблема, она даже не появилась, она именно осталась, что взаимодействовать мы можем только с тем оборудованием и с теми внешними ресурсами, которые нам предоставили на платформах. То есть тот самый глобальный контекст. На данный момент в основном это работа со сканером, есть еще работа с фотоаппаратом, с камерой, да, получением фото. Есть еще какие-то там определенные вещи, но сделать абсолютно любой процесс, ну, взаимодействие с абсолютно любым оборудованием в текущем мобильном клиенте, ну, вот во второй мобильной платформе, мы ее называем, нельзя. И это тоже является неким ограничением, которое, кстати говоря, мы, развивая нашу WMS X5, решили снова победить. На данный момент выходит новая версия мобильного клиента. Если мобильный клиент на платформе 2 работал, по сути, Ява-скрипт, который исполнялся внутри Кутэ, Кутэ, ну, само приложение было собрано и для WinCE, и для Android, и даже существовала Win32 версия, которую можно было открывать в RDP, то новый мобильный клиент мы решили уже и так не усложнить, прежде всего все терминалы WinCE ушли, остались только старые модели, для них мы сохраняем рабочую версию на платформе 2, то есть мы ее не будем отключать, работать она будет, будет поддерживаться, будут справляться ошибки, но ввиду того, что все перешли на Android, и все новые устройства идут на Android, мы решили, что пора создавать новый красивый мобильный клиент, и мы выпустили платформу 3. Платформа версии 3, она уже ведется и разработка самой конфигурации внутри Android Studio. Если вы увидите, здесь классические описания форм, ну, точнее, не форма фрагментов, да, классический Яваскрипт, точнее, скотлин, для описания бизнес-логики. И вот все, что здесь видно, весь этот проект, он точно так же доступен клиентам, мы его предоставляем, его можно дорабатывать, пересобирать и использовать самостоятельно. В данной платформе, в третьей, осталась часть, которая не совсем доступна, это, собственно, то, что мы самой платформой и называем. Это вот есть такой арник, да, библиотечка, которая нам предоставляет, ну, для наших клиентов, предоставляет множество полезных функций, а именно работа, опять же, с оборудованием, работа с сетью, с вызовом веб-сервисов, и еще там множество других функций, которые облегчают разработчику, Android-разработчику, ну, для разработчику, скажем так, бизнес-логики облегчают его жизнь. То есть, чтобы он не задумывался над какими-то техническими задачами, больше занимался именно задачами, которые связаны с бизнес-логикой. При этом, с точки зрения разработки, понятно, что никаких ограничений, так как настоящий Android, никаких ограничений нету, вы можете теперь разрабатывать обращение к любым устройствам, можете даже перестать пользоваться функциями данной платформы, если очень захотите, там, переписать все ее вызовы, да, ее методов. Можете этого не делать, можете просто разработать свою какую-то часть или там интеграцию со своим сканером, который вам нужен, или интеграция с Bluetooth-устройством, с Bluetooth-принтером и так далее. Все это теперь доступно разработчику. То есть, при разработке нового мобильного клиента мы сдали еще больше воли и еще больше возможностей разработчикам и клиентам для доработки, для развития. Соответственно, вот этот клиент, на данный момент проект с его использованием находится в пилотной стадии. и все, кто хочет, кстати, его попробовать, обращайтесь, обращайтесь в нашу компанию, мы готовы помочь, ну, или там, по крайней мере, обсудить возможность перехода на этот новый клиент. Он, кстати, работает уже напрямую с веб-сервисом в Одинейсе, работает чуть быстрее благодаря этому. Ну, там изменились некоторые подходы, поэтому в целом он стал более, скажем так, быстрый, у него лучшие отклики, ну, и более симпатичный, удобный. Он поддерживает работу с темкостными экранами, свайпы, красивое отображение информации, там несколько, две темы, как всегда, темную, светлую и так далее. То есть там, в целом, ну, данный клиент не только предоставляет больше возможностей для разработчика, ну, и в целом более удобный, ну, мы надеемся, получился. И мы его сейчас заняты активным переходом именно на данную версию. Поэтому, если мы рассматриваем этот набор, ну, стандартный набор, скажем так, логика бэкэнда 1С, она открыта полностью на все 100%, нет ни одного закрытого модуля. Если мы рассматриваем логику, бизнес-логику внутримобильного клиента, то она тоже открыта, мы ее предоставляем. Да, понятно, что теперь это не 1С, теперь это либо Ява Скрипт, либо Ява, точнее, Кодлин, Android, Ява, соответственно, но при этом нельзя говорить о том, что мы закрыли сходный код. Да, компетенцию разработчиков должно стать больше, но все в нашем мире изменяется, развивается, да, к сожалению, система проще не становится, она усложняется, но зато предоставляет все больше и больше возможностей для самостоятельной поддержки и развития. Более того, есть еще, скажем так, один продукт, который тоже хотел бы упомянуть, например, это, ну, в данном случае, это шлюз работы с оборудованием, это некий, скажем так, сервер, к которому подключаются плагины, и далее с этими плагинами можно взаимодействовать, чтобы общаться с тем оборудованием, с которым 1С работать напрямую не может. Это классический TCP-IP протокол, например, который, если нам нужно именно пакет данных отправить в оборудование, потом получить отклик, тоже в виде пакета, да, TCP-IP пакета, то 1С только сама не делать не умеет, надо либо пилить какую-то компоненту, либо еще что-то, но мы вот разработали именно отдельный шлюз, отдельный продукт, отдельный такой мини-серверок, который с ним общается. По нескольким причинам, потому что одно дело, когда нам просто нужно синхронно отправить пакет в течение какого-то времени, дождаться ответа и радостно обработать эти данные, это хорошо. А иногда нам нужно держать постоянно подключенный клиент, который, например, от сервера периодически синхронно будет получать какие-то отклики. Или вообще именно наш E-гейт должен выступать TCP-IP сервером, который, собственно, ждет, когда к нему подключится оборудование, кинет в него какие-то данные, а после этого отключится и продолжит дальше жить. А наш сервер, эти данные получив, должен оповестить 1С. Поэтому делать это все в виде компонента самой 1С не очень удобно, а сделать вот в виде шлюза получилось сильно удобнее. Главное то, что его можно разрабатывать и, скажем так, ну, дорабатывать и использовать. По данному шлюзу мы тоже предоставляем документацию, документацию по, собственно, взаимодействию с ним, полное описание. Есть отдельный документ, каким образом разрабатывать новые плотины к данному шлюзу. Ну, там вот, в моем случае, например, сейчас у меня загружено 7 плагинов, которые мы используем. Понятно, что этих плагинов, может быть, больше, но там иногда они добавляются, но есть инструкции, как их разработать. Плагины разрабатываются на Netcore, поэтому, если есть разработчики, знакомые с Netcore, он, в принципе, может создать новый плагин под EGate, при этом не задумываясь, собственно, о том, как там создать веб-сервер, как вызвать 1С, и так далее, и так далее. Его задача только реализовать вполне определенный интерфейс для взаимодействия с самим EGate, чтобы этот плагин правильно подключился, ну, и дальше реализовать всю логику взаимодействия с оборудованием. Все плагины, которые у нас созданы, они также документированы, вы их можете использовать и без нас, просто взяв описание, и просто использовать вот его описание для того, чтобы подключиться к какому-то новому оборудованию, которое мы не знаем, или которому мы протокол не разрабатывали. Соответственно, вы можете вот тот же самый асинфронный TCP клиент использовать, все методы здесь описаны, что происходит, какие данные передаются, как воспринимать окончание пакета, да, там, response, либо терминатор, либо тайм-аут есть, либо ограничение по длине пакета есть. То есть все возможные методы здесь реализованы, берите, используйте. То есть мы фактически, мы на данный момент предоставляем не просто WMS, в которой открытый исходный код, да, с точки зрения, скажем так, основного бэкэнда, который работает. Мы сейчас предоставляем возможность разработки всего, что угодно. Мы предоставляем разработку и мобильного клиента. Более того, мы позволяем мобильным клиентам разработать взаимодействие с любыми устройствами, любыми внешними сервисами, которые могут быть в устройстве. Мы этого теперь не ограничиваем. Если мы говорим про оборудование, которое не мобильное, да, не которое не в мобильном клиенте, ну, в мобильном устройстве находится, то опять же мы предоставляем вот этот шлюз E-Gate, который позволит вам разработать взаимодействие с любым оборудованием, которое вам захочется. То есть на данный момент WMS X5, это, наверное, самая открытая система, которая существует, которая предоставляет клиенту возможность разрабатывать все. Не просто какое-то то, что заложено в 1С, а вообще все. То есть мы с каждым шагом движемся еще ближе и ближе к тому, чтобы клиент мог делать все, что угодно. Понятно, что периодически возникают какие-то новые задачи, о которых, может быть, мы не подозревали, но мы всегда идем, даже если вы посмотрите по нашему пути развития, наших решений WMS по трем редакциям, с третьей по пятой, то увидите, что мы постоянно идем к тому, чтобы предоставить все больше и больше возможностей для самостоятельной поддержки и разработки системы. Собственно, наверное, это, ну, скажем так, наша основная цель, да, такая, чтобы клиент ни в коем случае не столкнулся с системой, что его бросили, ну, с ситуацией, что его бросили, что компания, которая разработала систему, ушла, и теперь клиент не может ничего с ней сделать. Мы, прежде всего, ну, понятно, что мы никуда уходить не собираемся, мы собираемся еще очень долго жить на рынке, поддерживать наших клиентов, помогать им, но даже если произошли какие-то невероятные ситуации, вы находитесь в какой-нибудь стране, в которой Россия ввела санкции, и теперь, никогда такого не было, и теперь эта страна не может с нами общаться, вы все равно сможете самостоятельно поддерживать и развоевать наши решения. Нет, скажем так, на данный момент в MSX 5 нет ни одного блока, который вы не смогли доработать сами. Поэтому, если вас интересует именно возможность самостоятельной поддержки, возможность его ищить систему с открытым исходным кодом, то в данном случае Axelot в MSX 5, наверное лучшая из всех систем, даже из всех наших трех поколений, это самая доступная система. Наверное, на этом у меня все. Спасибо большое за внимание. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok